добрый день уважаемые друзья добрый день коллеги рад вас приветствовать на нашем сегодняшнем дневном вебинаре стиль данного вебинара в первую очередь донести информацию о партнерской программе для людей проживающих в дальневосточном регионе в районе хабаровского края восточная сибирь корея китай япония если там есть наши партнеры да но также для людей которые интересуются возможности получения дохода сейчас была замечательная песня с отличными словами из фильма про маленького мука если следовать тому что пилась в этой песне соответственно у вас есть высокая вероятность построить отличный бизнес вместе с нашей компании построить структуру на нормальных человеческих взаимоотношениях до на информации если вы это будете делать с открытой душой если вы будете это делать честно если вы будете это делать просто если вы будете помогать тем людям которые могут последовать за вами в наш бизнес то есть у вас все здесь получится ничего сложного в Все действия, которые нужно выполнять для получения дохода по партнерской программе, они просты. Я не могу сказать, что они легкие, но, как правило, большинство людей, проживающих в мире нашем, с большим трудом делают простые вещи. Задать простой вопрос кому-то, сказать, что ты кого-то любишь, сказать правду в определенный момент. Это просто, но это нелегко бывает. И вот именно противодействие двух слов легко и просто присутствует в партнерских программах любой компании, потому что на сегодняшний день в мире существует порядка 5000 компаний, внутри которых существуют различные партнерские программы. Я даже говорю так, что около 5000 компаний тех, у которых есть какой-то реальный продукт, у которых есть какие-то реальные услуги и так далее. Существует огромное количество хайповских проектов, которые в основном все построено просто на зарабатывание денег. И, как правило, хайповские проекты это зарабатывание денег сейчас много, 2-3 месяца, год может быть, а потом трава не растет. Будет следующий хайповский проект. Так вот, компания Skyway Capital к таким проектам не относится. Хочу добавить в начале нашего сегодняшнего вебинара то, что, думаю, вы все люди взрослые, вы все следите за новостями, которые у нас в день по нескольку штук даже выкладываются на наших интернет-ресурсах. Недавно, в феврале месяца, 11-го числа, экспертный совет Министерства транспорта Российской Федерации признал технологию, разработанную низким, инновационной. Я думаю, вы понимаете, что какой-нибудь хайповский левый проект, там и непонятно что, инновационным Министерство транспорта России признать не может. Соответственно, речь идет о серьезной технологии. Второй очень важный момент. Непонятно что, непонятно какую компанию в Евросоюз в сентябре, с 20 по 23 сентября, не пригласят на крупный международный форум, инотранс называется. То есть, это уже устоявшие, скажем так, мероприятия, на котором присутствует более двух с лишним тысяч компаний, предлагающих различные инновационные решения, в первую очередь в сфере транспорта. И специалистов нашей компании из Евросоюза, из Германии пригласили принять участие в данном мероприятии. То есть, четыре дня специалисты нашей компании будут работать на этой выставке в Берлине. Это что касаемо, скажем так, вещей, серьезности самого проекта, в котором вы еще можете зарабатывать деньги по партнерской программе. Еще хочу добавить следующее. Смотрите, в мире существует огромное количество партнерских программ. В мире существует огромное количество сетевых компаний, MLM-компаний. Как правило, эти компании в большинстве своем все-таки приличные, отличные, у них хорошие, качественные товары и так далее. Но есть одна вещь, которая у нас, в принципе, отсутствует, и, точнее, большой плюс нашего проекта. То, что компании приходят на рынок какой-либо страны, либо, например, они просто объявляют о своем открытии в стране ее создания. И уже это есть сформировавшаяся компания, у них уже есть какие-то услуги, либо товары, которые они просто предлагают к реализации, приглашают к сотрудничеству обычных людей, предлагают им стать клиентами самих компаний. И в рамках их маркетинг-плана, в рамках их, скажем так, товарно-услугового ряда, который у них есть, построить сеть таких же людей, как они, которые будут пользоваться услугами, либо товарами. И с созданного товарооборота данные компании готовы выплачивать определенные проценты тем, кто, скажем так, помогает им создавать рынок, важный момент, остаточного потребления. Существует огромное количество компаний, которые существуют с 80-х годов, с 90-х годов, с 50-го года есть одна из самых старых компаний MLM бизнеса, которая существует до сегодняшнего дня. И есть целый ряд лидеров, которые входят в десятку топ-лидеров MLM бизнеса, и их доход составляет миллионы долларов в год. То есть такая компания есть, она не одна. Почему это происходит? Потому что, скажем так, компания работает давно, у них есть действительно свой, скажем так, товарный ряд. Есть огромное количество людей в мире, которые потребляют услуги и товары этих компаний, они выкладывают за это свои деньги, и, соответственно, те, кто эти структуры построил, получают серьезный доход. Но практически нет в мире MLM бизнеса и в партнерских программах компаний, которые предлагают своим партнерам стать совладельцами компаний. Есть буквально несколько штук, там по пальцам двух рук, наверное, можно пересчитать. Те, у которых акции котируются на бирже, возможно, вы слышали компанию Эван, которая больше 100 лет, да, которая занимается продукцией на косметическом рынке. Еще есть немного компаний, MLM бизнес, акции которых котируются на целом ряде бирж. И не у всех даже у них есть в маркетинг плане условия, что если вы построили громадную сеть, создали многомиллионный товарооборот, компания вам, скажем так, предлагает стать владельцем какой-то части акций этой компании. У нас же ситуация немножко происходит наоборот. Смотрите, у нас есть продукт, который сегодня еще не сертифицирован, который к 2017 году мы планируем вывести на мировой рынок транспорта. Транспортная отрасль, это та отрасль, в которой крутятся триллионы рублей и долларов, да, потому что транспорт есть практически в каждой стране. Где-то он лучше, где-то он хуже. Существует целый ряд транспортных систем. Технология, которую предлагает внедрение у Анатолия Даровича Юницкий и группы компании Skyway, компания Skyway Capital, это та технология, которая в ближайшие несколько лет завладеет 30-50% всего мирового транспортного рынка, да, это огромные деньги, вот. Так вот, те люди, которые сегодня становятся владельцами пакетов акций далее компании, группы компании Skyway, в будущем будут получать с этого огромного рынка транспортного, да, потому что данная технология будет реализована в огромном количестве проектов в разных уголках земного шара. По чуть-чуть в виде дивидендов вы можете зарабатывать в виде, скажем так, того, что будете продавать часть купленных пакетов сейчас, за деньги гораздо больше, потому что сегодня приобретать пакеты акций компании Skyway Capital выгодно. Минимальный уровень доходности на самом маленьком пакете 53 раза. То есть деньги, которые вы сегодня инвестируете, 15 долларов США, умножатся в 53 раза, как минимум, к 2017 году, к тому моменту, когда мы выйдем на рынок инвестиций и на рынок транспорта. Дальше, когда технология будет использоваться в разных уголках земного шара, да, то есть она получит движение, люди будут использовать данную технологию, соответственно, каждая акция будет дорожать. Я думаю, кто-то из вас наверняка отслеживает там, кто-то реже, кто-то чаще информацию об акциях, например, компании там Apple, Google, возможно, Microsoft, тех же, скажем так, Gazprom, либо чего-то еще, да, до тех пор, пока пользуются спросом товары и услуги этих компаний, которые есть на бирже, их акции могут оставаться на предыдущем уровне, либо расти. Да, любое сокращение персонала, например, в этих компаниях, высокий уровень автоматизации производства, чего бы то ни было, что они производят, повышает стоимость акций. Вот. Использование, скажем так, технологии, которые мы выводим на рынок, технологии Skyway, небесной дороги, в разных уголках земного шара будет делать каждую отдельную акцию дороже, потому что данная технология будет использована. И сегодня вы, в отличие от, скажем так, практически всех компаний MLM бизнеса, можете стать, даже не построив еще сети, не пригласив этот бизнес ни одного человека, вы можете стать совладельцем компании. И на тот пакет, который вы приобретете, будете получать потом дивиденды. А если вы еще, скажем так, делаете простые шаги, как в повседневной жизни. Вот. Хочу задать вопрос. У нас здесь люди взрослые, на сегодняшний день находятся в комнате. Поставьте, пожалуйста, плюсики тех, кто иногда ходит в кино. Просто плюсики. Извините, промочу горло. Судя по всему, какая-то двигательная активность снижена сегодня, да, в пятницу. Никто плюсики не ставит. Я так предположу, что в кино вы не ходите. Хожу, рекомендую, фильмы хорошие, да, понятно. Ну, это Олег уже знает, наверное, о чем идет речь. Рафаил из Северо-Уральска давно не ходил, да, Геннадий некогда ходить в кино. Давайте тогда, в принципе, простой пример. Олег уже Мурценюк понял, о чем пойдет речь. Вы куда-то сходили, либо вы куда-то съездили, либо вы что-то купили, неважно что. То, что вам понравилось, да, то, что вам приносит пользу. То, что, скажем так, вы видите, что это вам было необходимо, и это вам нравится. И вы совершенно непроизвольно порой, да, рассказываете своим родным, близким, друзьям, знакомым, даже порой незнакомым людям, когда вы едете в транспорте, например, пересеклись и просто зашел разговор, что вы пользуетесь, например, какими-то товарами, либо услугами. Что вы, скажем так, куда-то съездили отдохнуть, что вы сходили в какое-то кино, там, или что-то еще, да, вы любите футбол, сходили на интересный матч и прочее, прочее, прочее. Вы делитесь теми эмоциями, которые у вас есть. И вы абсолютно в голове не задумываясь над тем, что, рассказывая этому человеку, да, вы, по сути дела, осуществляете, ну, назовем это так, рекламу. Хотя не очень люблю это слово, но тем не менее. Вы людям рассказываете о том, что понравилось вам. И иногда, благодаря вот таким вот вашим действиям, люди начинают пользоваться какими-то товарами, услугами, идут в то же самое кино, идут в то же самое место отдыха, да, идут на какое-то спортивное мероприятие. В конце концов, они могут пойти на рынок, если вы им рассказали, что по дешевке что-то купили, и вот там в уголке, там, на центральном рынке, вот, и для себя это приобретают. Правильно Олег написал, что в большинстве случаев вам же за это никто ничего не заплатит. Правда? То есть вы, по сути дела, сделали негласную рекламу, человек воспользовался вашей рекомендацией, хотя вы даже рассказывая об этом, не думали о том, что он куда-то пойдет и сделает то же самое, что сделали вы. Это происходит каждый день фактически с каждым человеком. Ну, за исключением тех, кто просто, скажем так, 24 часа в сутки проводит в одиночестве, молчит, либо работает сторожем, а вокруг него никто не ходит. То есть ситуация какая? Если вы сами на сегодняшний день разобрались в информации о проекте группы компании Skyway, компании Skyway Capital, вы понимаете, что данная технология принесет огромную пользу всему человечеству. Вы понимаете, что у вас в руках есть возможность, которую вы можете предоставить огромному количеству людей, и эти люди станут успешными в будущем, если они приобретут сегодня часть долей компании, группы компании Skyway, и это потом им принесет серьезные деньги. Возможно, вы понимаете, что если вы сегодня дадите данную информацию людям, и они, приложив простые какие-то усилия, будут делать то же самое, что и вы, информировать других о том, что им понравилось, о том, что это перспективно, о том, что это действительно, скажем так, полезно для всех, то вы позволите этим людям зарабатывать уже сегодня. Вот если вы это будете делать, вам за это будут платить. Потому что, скажем так, создание бизнеса по партнерской программе компании Skyway Capital, это именно это. Делиться с людьми тем, что у вас есть. Делиться с людьми тем хорошим, в чем вы разобрались. Делиться с людьми, скажем так, тем, что вам кажется, что это хорошо. Я иногда на вебинарах привожу слова Элеонора Рузвельта, это жена первого президента Рузвельта в начале 20 века в США. Она сказала интересную фразу. Делайте то, что ваша совесть вам подсказывает, что вы делаете правильно. У вас всегда будут последователи и будут оппоненты. Вас проклянут, если вы это не сделаете, и вас проклянут, если вы это сделаете. Поэтому, если вы считаете, что то, чем вы владеете сегодня, вы стали, например, владельцем пакета акций, вы увидели возможность зарабатывать денег сегодня, вы увидели возможность получения дохода в будущем, вы увидели все преимущества данной технологии, которая круто изменит жизнь всего человечества и нашу с вами жизнь в том числе. Мы сможем путешествовать по миру, мы увидим удаленные уголки земного шара. Это будет стоить нам на порядке дешевле, чем цена на сегодняшние билеты на железную дорогу, самолеты и так далее. Это будет быстрее, скорость передвижения до 500 км в час. Это будет комфортнее. И много чего еще. То вы можете совершенно спокойно делиться этим хорошим с людьми, которые вас окружают. И совершенно не важно, что вам люди скажут в ответ. Если вы разобрались в этом, если для вас это хорошо, соответственно, вы можете совершенно спокойно рассказывать. Это как шоколад, который вы попробовали, и он реально вкусный. Например, 76% по содержанию какао. Он не сильно горький, он реально настоящий. И вы можете сказать, слушай, кладки из классных шоколад, говорит, вот на, попробуй его, можешь пойти купить его там. То же самое касается и бизнеса по партнерской программе компании Skyway Capital. Строить его просто, но нелегко. Есть важный момент, о котором я вот сейчас сказал. Иногда люди слишком сильно реагируют на то, что им говорят в ответ те, кому вы рассказали об этом бизнесе, о компании Skyway Capital и так далее. Но если копнуть глубже, я думаю, все из вас поймут одну простую вещь. Да, ну, если вы люди взрослые, если вы, например, женились, выходили замуж, то именно вы выбирали того человека в большинстве случаев, я не говорю, что все, но тем не менее, в 99-ти и сколько-то случаев из 100, вы выбирали себе партнера противоположного пола. И выбрали именно его. Хотя наверняка вокруг вас было какое-то количество людей, которые говорили, да нафиг тебе он нужен, либо нафиг тебе нужна она, она тебе не пара и так далее, и так далее, и так далее, либо он тебе не пара. Но вы сделали выбор сами. И многие из вас наверняка не жалеют, что сделали именно это. Кто-то, может быть, жалеет и потом думает, да, действительно, мама была права, что, блин, ну, не подходит она мне, да, то есть, как бы так, она борщ не досаливает, там, яичницу жарит неправильно, либо еще что-нибудь. Но дело-то не в этом, то есть вы делаете выбор. И когда вы принимаете решение, например, еще вы не являетесь партнером, но вам что-то понравилось, я вам предлагаю разобраться до конца, пообщаться с теми, кто реально сейчас строит этот бизнес, реально кто разобрался в информации, у кого есть уже построенные сети, да, задайте вопросы тем, кто в этом разобрался. А не тем, кто вас окружает, нифига про это не знает, он знает тысячи способов того, что не будет работать, да, в этой жизни, никогда никому не принесет результатов, вот, но не знает ни одного способа, который сработает. Вот таких людей вокруг нас много. Я вас призываю, таких людей не слышать. То, что активных людей менее 5%, 10%, это бывает по-разному, в разный период времени года, скажем так, активность людей тоже, то возрастает, то бывает, да. Насчет тупоголовый нет, поймите правильно, люди бывают разные, люди бывают консерваторами, да, люди бывают, ну, просто те, которые боятся предпринимать какие-то шаги, взять на себя ответственность. Они не тупые, они могут быть отличниками, у них может быть несколько образований, да, но они где-то пассивные, они привыкли двигаться по чьей-либо, скажем так, указке в этой жизни, они привыкли плыть в реке, да, как мы говорим, там, канул в лету, и никто его не знает. Большой-большой поток, которые плывут, а есть те, которые действительно хотят перестать к берегу и что-то сделать. Поэтому люди все хороши, потому что есть такое выражение, да, что даже в самом плохом человеке можно найти что-то хорошее, если его хорошенько обыскать. Вот, но самое важное, чтобы вы были сами настроены на позитивный, скажем так, лад, то есть разобрались в информации, если вы поняли, что это хорошо, чтобы у вас ничего не могло подвинуть в сторону, да, чтобы у вас не возникли какие-то сомнения, после того, как кто-то сказал, да, что-то я подобное слышал, были такие проекты там лет 30 назад, хотя лет 30 назад таких проектов просто быть не могло, потому что краудинвестинг, либо краудфандинг, они возникли буквально там какие-то 5-10 лет назад. Были MLM-компании, да, они возникали с 50-го года официально, 1950-го года, первая компания, которая стала называться Amway, да, я как бы не рекламирую ее, но сам факт. Но такого проекта не было никогда, когда вам предложено, скажем так, стать совладельцами компаний, при этом еще заработать денег до момента, когда эта компания выйдет на рынок и начнет товар, который она предлагает людям, да, реализовывать, а вы уже можете стать успешными и богатыми и станете совладельцами компании. Представьте себе ситуацию, конец 70-х годов, середина, там, конец. Вот, вы сидите дома, к вам приходит, скажем так, в рваном свитере Билл Гейтс, да, к вам приходит, скажем так, в своих очках еще дешевых, там, например, Стив Джобс, и говорит вам следующее, уважаемый, если ты мне дашь сейчас 100, 200, там, может быть, 300 долларов, да, то через 15-20 лет ты будешь мультимиллионером, потому что вот эта программка, которую я хочу сказать, ящик деревянный с кнопками, да, которые мы сейчас сделали, мы планируем продавать, и он будет нужен миллионам людей. Люди будут этим пользоваться, и от каждого проданного ящика, от каждого проданного устройства, которые потом будут, скажем так, и вы сейчас знаете, да, там, какие-нибудь iPad 7, iPhone, там, и так далее, и так далее, смартфоны, там, компьютеры, ноутбуки, много чего еще, да, маковские компьютеры, все, что будет продаваться, ты будешь с каждого проданного изделия получать там 0, 0, 0 чего-то, а в итоге эти нули, когда сложатся, у тебя будет много-много нулей, скажем так, без запятых. Вот эта ситуация примерно выглядит сегодня так, то есть представьте себе, что к вам пришел Юницкий и сказал, что, ребята, технология, которой я владею сегодня, которая я разрабатываю, и, кстати, строится же, да, мы вот буквально на следующей неделе будем в Минске, увидим своими глазами, что построено на территории технопарка, вот. Оно через 3-5 лет будет внедряться практически по всему миру, потому что это выгодно, удобно, дешево, надежно, да, безопасно и так далее, и так далее. Увидите сейчас эту возможность, откройте немножко свои глаза, да, откройте душу, потому что, вот, слышали вы наверняка, да, выражение из маленького принципа, по-моему, да, по-настоящему может видеть только сердце. Глова это, ну, то, что схватывает информацию, а видит сердцем. Вот если вы видите сердцем, если вы, скажем так, человек, который, да, своим сердцем, там, скажем, несет позитивные новости в этот мир, да, продолжайте это делать. У вас есть возможность стать успешным в нашем проекте. Итак, может быть, долгое какое-то отступление и так далее, но я просто передал свои эмоции, понимание того, что происходит сегодня, да, если мы с вами дружно будем делать данный бизнес, да, если мы будем вместе с вами нести информацию окружающим людям, соответственно, мы ускорим привлечение необходимых инвестиций, мы ускорим внедрение данной технологии, но и вы станете успешными. Еще по дороге, да? Это как раньше было выражение, что, скажем так, коммунизм, светлое будущее, вот, и задают вопрос, а почему же мы так хреново живем? Он говорит, а в дороге вас никто не обещал кормить, да, мы пока двигаемся коммунизмом. Так вот, мы в дороге, но вы можете здесь хорошо кушать, вы можете здесь зарабатывать деньги. Очень важный вопрос и важный факт, что вы можете здесь эти деньги реализовывать на те нужды, которые есть у вас, и вы можете эту возможность предоставить огромному количеству людей. А сегодня возможность заработка, это очень важно, практически в любой стране мира сегодня проблемы с устройством на работу, даже если ты специалист, особенно если ты молодой специалист. Ты закончил с отличием, с красным дипломом, у тебя семь пядей во лбу, ты знаешь несколько языков, приходишь куда-то в серьезную контору, где платят хорошие деньги, тебе говорят, слушай, а опыт работы у тебя какой? Мы берем с опытом работы не меньше пяти лет. Тебе там 35 лет, ты женщина, ты, скажем так, вышла из декретного отпуска, начала ходить, ты умная и так далее, и так далее. Ты говоришь, слушай, а ты старая уже. Мы ищем молодых, которые будут на нас работать долго. Вот так складывается ситуация. А сегодня у вас есть возможность, даже если вы где-то работаете, трудоустроенный, получаете какой-то доход, зарплату, я не знаю, может быть, даже получаете дивиденды из каких-то проектов и так далее, если вы в режиме 7-10 часов рабочего дня приложитесь в этом направлении, то вы можете построить большую партнерскую структуру, заработать денег сегодня и в дальнейшем чувствовать себя очень спокойно. Как говорит Рэнди Гейдж, если в вашей жизни не случилось так, что вы, скажем так, являетесь частью какого-то знаменитого богатого рода, сделайте так, чтобы род начался с вас. И такая возможность сегодня есть. Как вы видите на слайде, то что партнерская программа сегодня это возможность создания быстрого роста ваших доходов на нормальных общечеловеческих взаимоотношениях с людьми, которые вас окружают. И при этом, скажем так, взаимоотношения будут взаимовыгодны еще с точки зрения чего? Вы можете людям помочь развиться, заработать денег, самому вырасти, но и по-другому в итоге взглянуть на этот мир. Насчет мафии, вы знаете, я не знаю. Я никогда не хотел возглавлять какую-либо мафию, хотя мафия в переводе с итальянского – это семья. Есть другое выражение. Если вы смотрели фильм, который называется «Забытая мелодия для флейты», и там был момент, когда была организована выставка, скажем так, современных художников, то есть там и так далее, и так далее. Она не нравилась руководству института, который назывался научно-исследовательский институт свободного времени, и они ломали голову, да, там, руководители института, как же эту выставку все-таки тихим образом там замять, затоптать и так далее. Один из них предложил, «О, да ты скажи, я завтра там бульдозеры, говорит, пригоню, там, они все это закатают, блин, и даже ничего не останется, да, от этого пустыря, на котором они там выставляются». Другой говорит, «Не, зачем? Надо все сделать по-другому. Для того, чтобы дело развалить, его нужно сначала организовать и возглавить. И оно само по себе тихоньку сдохнет. Да, вот так у нас работать не надо». Итак, друзья, 6 квалификаций есть в партнерской программе компании Skyway Capital. До недавнего времени их было 5, сейчас мы сделали еще одну. Почему? Потому что очень динамично развиваются сети. Да, очень динамично развиваются структуры, например, сейчас в странах Восточной Европы, в Западной Европе пошло развитие структур. Вот, активно очень работают лидеры структур. Важный момент, на котором хочу сделать акцент – работайте честно, да, работайте этично, приглашайте в бизнес тех людей, которых вы приглашаете. Не пытайтесь у кого-то, скажем так, забрать людей, готовых подписать там соглашение и так далее, и так далее, потому что все, что будете делать вы, так устроен этот бизнес, все будет делаться по отношению к вам. Только в усиленном размере. Если вы честно, открытый человек, делаете это правильно, да, никого не обижаете, вот, помогаете развиваться тем, кого вы пригласили в бизнес, не пытаетесь у кого-то что-то там сделать, увести, да, то в вашей структуре так и будет происходить. Попробуйте немножко покривить душой, начнутся терки, начнутся проблемы, и что очень важно, если вы сделаете что-то в этом, при построении данного бизнеса, что-то некрасивое по отношению к людям, то фактически восстановить свой авторитет до предыдущего уровня в 99 случаях и 9 в периоде невозможно. Поэтому я вас призываю быть открытыми, честными, ничего не выдумывать, ничего не довешивать, не пытаться кого-то обмануть ради того, чтобы лишь бы он заплатил деньги, и вы заработали, да, вот, ну и призываю вас договаривать все то, что важно сказать, потому что у нас есть целый ряд условий, чтобы люди зарабатывали деньги. Так вот эти условия люди должны знать, а не то, чтобы ты только приди, денег дай, и ты там прямо разбогатеешь. Неправда. Здесь надо действовать. Здесь надо быть активным. Перехватывать людей, друзья, я вам никому не советую перехватывать людей друг у друга. Это мой вам совет. Я не могу сказать, что ты там крутой сетевик и так далее, но опыт работы в сетях больше 10 лет, я вам могу сказать, вот такие действия приводят к соплям, к слезам и ко многой дряни, которая происходит в сети, это разрушает сети, и в итоге бизнес развивается, не так, как хотелось бы. Поэтому я вам предлагаю, если вдруг что-то, это не в плане того, чтобы вы жаловались друг на друга и так далее, будьте честны сами, действуйте честно сами, никого, ни у кого не пытайтесь украсть, перетащить, ушатать и так далее, сказать, что я круче, чем тот, который там, потому что я в этом городе, а он из другого города. Поверьте, с вами произойдет то же самое. Но если, скажем так, такие факты всплывают, пожалуйста, пишите к нам на саппорт, и мы будем с этим разбираться. Такие вещи надо в корне душить. Это я немножко про Этику говорил. Уходим в сторону, забываем немножко о негативе, и думаем о том, что мы работаем в позитивном ключе, и все у нас развивается отлично. Итак, 6 квалификаций. Партнер, консультант, лидер, мастер, эксперт и топ-эксперт. Любой человек может находиться в статусе клиента, он даже может владеть большим пакетом акций и оставаться клиентом. То есть клиент – это не квалификация нашего маркетинг-плана. Это ситуация, когда человек зарегистрировался по чьей-либо реферальной ссылке, разобрался в информации даже. Он может купить пакет акций, может не купить. Он может быть клиентом всю оставшуюся жизнь, скажем так, не приложив никаких усилий и не став успешным и богатым. Он может зайти в раздел «Инвестировать» нашего личного кабинета, выбрать любой пакет акций, будь то в рассрочку, будь то, скажем так, традиционный, либо акционный, купить себе пакеты, при этом остаться клиентом. Он просто пришел стать инвестором в нашем проекте. Плохо ли это? Да нормально. У нас огромное количество людей, которые не собирались строить никаких сетей и зарабатывать по партнерской программе. Вторая ситуация. Клиент зарегистрировался, разобрался в информации, даже не купил себе еще никаких пакетов, но узнал, что есть партнерская программа. Зашел в раздел «Реферальных ссылок», у него высветился баннер, где написано, что информация данного раздела вам будет доступна тогда, когда вы подпишете агентское соглашение. Вы нажимаете «Подписать», у вас высвечивается договор, вы с ним ознакомливаетесь и внизу ставите кнопочку «Подписать». Это сигнал для нашей компании, что вы взяли на себя небольшие обязательства. И с этого момента у вас доступны реферальные ссылки. Реферальные ссылки – это, скажем так, то, что вам в итоге будет приносить доход. Вы их можете давать посредством интернета в социальных сетях, в мессенджерах типа Skype, Viber, WhatsApp, Telegram и так далее. Вы можете отправлять эти ссылки по электронной почте и людям говорить, которые вас знают, что это за ссылка и что нужно сделать. И благодаря этим ссылкам у вас будут появляться люди, зарегистрировавшиеся в первом поколении вашей структуры. Даже если вы не купили никакого пакета и вы подписали это соглашение, вы стали партнером, статус «Партнер» первой квалификации по маркетингу. И у вас с этого момента доступны 4 уровня глубины вашей структуры, из которых вы можете получать процент, который сейчас отражен на слайде. 15% от суммы инвестиций, которые делают люди, пришедшие в этот проект по вашей рекомендации, по вашей реферальной ссылке. Если они кому-то начинают давать информацию, то со второго уровня глубины от вас вы начинаете получать 4%, с третьего – 2%, и с четвертого – 1%. Это то вознаграждение, которое могут получать люди, пришедшие в наш бизнес, которые купили себе пакеты акций, которые, может быть, даже не грезят построением больших партнерских структур, но которые не прочь заработать денег. Скажу так. Допустим, даже люди приходят с мыслью, «Хорошо, я купил пакет за 200 долларов и хотел бы эти деньги себе вернуть. У меня будет, скажем так, за 200 долларов 25 тысяч акций, которые я потом получу в 2017 году, когда стоимость одной акции будет 1 доллар». «А сегодня я бы хотел эти деньги отбить». Есть такое выражение. Чтобы 200 долларов отбить, по сути дела, нужно, скажем так, зарегистрировать в первом поколении за неограниченный промежуток времени 5-6 человек, которые также на 200 долларов, например, купят. Но если есть такие люди, которые купят на 200 долларов в вашем первом поколении, то вы не будете партнером, вы будете в другой квалификации, у вас будет другое вознаграждение. Поэтому у вас может прийти один человек, вы купили на 130 долларов пакет, а он взял в вашем первом поколении, купил на 1000 долларов, и вы заработаете 150 долларов. Соответственно, вы на 20 в плюсе, и дальше вам решать, что делать с этими деньгами, выводить их или покупать акции, например, дальше. Итак, друзья, партнер. Четыре уровня глубины. 15-4-2-1 процент этих уровней. И что очень важно, никаких дополнительных условий. Вас никто не говорит, что вы должны выполнить жесткий какой-то товарооборот, либо структура должна что-то сделать. Вы партнер, у вас есть это вознаграждение. Важный момент. Пока это продолжается, как это было два года назад, когда началось движение в группе компании Skyway, положенный процент начисляется на бонусный, на акционный счет. Бонусный счет – это счет, с которого вы можете деньги выводить, использовать их на ваши повседневные нужды. С бонусного счета вы можете деньги тратить на покупку следующих пакетов акций внутри нашего личного кабинета. С бонусного счета вы деньги можете переводить в личный кабинет ваших партнеров. Если, например, они совсем тугие в интернете, они не знают, какие кнопки нажимать, вы их зарегистрировали на своем компьютере, они в руках имеют деньги, соответственно, если они не пользуются компьютером, у них не может быть никаких электронных кошельков и платежных систем, они вам наличка отдали, а вы с бонусного счета можете им на основной счет перевести ту сумму, которая нужна для покупки пакета, а вам деньги они отдадут. Это с бонусного счета. С акционного счета вы можете только купить пакет акций. То есть, по сути дела, сегодня акционный счет – это подарок. Это подарок для людей, которые сегодня строят бизнес по партнерской программе и помогают нам увеличивать товарооборот, привлекать инвестиции, реализовывать технологии. Из акционного счета вы сможете купить пакеты акций, которые находятся на светло-серо-зеленом фоне в личном кабинете стоимостью от 15 долларов США и до 150 тысяч долларов США. То есть, представьте ситуацию, вы строите партнерскую структуру, неважно, активно или не очень активно, вам начисляются деньги на бонусный счет и на акционный. И на акционном, например, скопилось у вас 30 долларов. Вы можете эти 30 долларов купить пакет за 30 долларов. Вы можете подождать и накопить 60 долларов на акционном и купить себе пакет за 60. Можете накопить до 130. Если у вас активно строится структура, вы можете подождать, пока у вас накопится здесь тысяча долларов, и купить пакет за 1000 долларов, потому что в нем будет 200 тысяч акций. Понимаете, да? И на это вы не тратите ни копейки из своего кармана. Вы нигде не занимаете деньги. Вы даете людям информацию, помогаете им развивать сеть. Вам подарочные деньги начисляются на акционный счет, и вы просто увеличиваете портфель инвестиций в нашем проекте. И в будущем это все превратится, каждая отдельно взятая акция, для начала в 1 доллар США, а потом это будет расти. Немножко подумайте, что я сказал, что это за подарок от компании сегодня есть. Опять же для людей, которые помогают нам привлекать инвестиции, строить партнерскую структуру. Итак, следующая квалификация называется консультант. Консультантом вы станете тогда, когда сами лично купите пакеты акций компании Skyway Capital на сумму 100 долларов и более, и в вашем первом поколении будет минимум 2 человека, которые сделали то же самое. Взяли и купили для себя пакеты акций стоимостью по 100 долларов. Суммарный товарооборот вашего первого поколения и в вашей личной закупке должен быть не менее 300 долларов. Когда это выполняется, вы становитесь консультантом и немножко меняется процент выплат в этом случае. Первое поколение то же самое, 15%, второе уже 5 становится, третий уровень 3, четвертый 2, и у вас появляется еще пятый уровень глубины, с которой компания начисляет 1%. Это условия для консультанта. Следующая ступенька, третья ступень карьеры, называется лидер. Вы станете лидером тогда, когда сами купите акции компании на сумму 200 долларов США, и минимум 3 человека в вашем первом поколении сделают то же самое. Суммарный товарооборот первого поколения и ваш личный должен быть не менее 2000 долларов США. Вот такая вот картинка. Когда это происходит, выполняются 3 условия, вы становитесь лидером, первого поколения те же 15%, второе уже 7, а не 5, и не 4, как было на предыдущих квалификациях, третий уровень 5%, а не 4,3, как это было, четвертый уровень 3%, пятый 2%, и у вас открывается шестой уровень глубины, с которого вы получаете 1%. Это для лидеров условия. Третья ступенька. Лидеры, вы понимаете, человек уже, за которым следуют люди. То есть, невозможно быть лидером в одиночку. Лидер команд есть, футбольных, волейбольных, баскетбольных, хоккейных. Я очень люблю командные виды спорта. Сам когда-то активно играл в футбол, мини-футбол, баскетбол. В хоккей на воротах стоял 6 лет. Даже шрам остался. Вот здесь на лбу, когда маску снял. И вы понимаете, когда команда играет во что бы то ни было, результат совершенно другой. Один, даже самый звездный хоккеист, например, он не может обыграть противоположную команду, потому что замучается, он устанет. Поэтому бизнес, опять же, если мы говорим по партнерской программе, это... Мне очень понравилось выражение, которое я услышал в 2000 году. Что такое MLM-бизнес? Это танец команд. То есть, если вы красиво танцуете вместе, делаете простые шаги, у вас очень здорово все будет получать. Итак, про лидеры мы с вами поговорили. Следующая квалификация называется мастер. Мастер, вы понимаете, это человек, который уже на очень многое умеет. То есть, он специалист, то есть, в том направлении, в котором он работает. Соответственно, чтобы стать мастером, условия немножко более жесткие. Вы сами должны купить не менее чем на 1000 долларов. И в вашем первом поколении должно быть не меньше трех человек, которые стали квалификацией лидер. То есть, вы им помогли стать лидерами. Опять же, бизнес MLM, бизнес по партнерской программе напоминает еще и движение альпинистов. Да, вот наш маркетинг план, по крайней мере, ступенчатый, он именно об этом говорит. Потому что есть, как бы, маркетинги разные. Там разновидности их, около десятка разных. Так вот, вы идете в горы. Вас, например, четыре человека. Вас люди, которые внизу берут, выталкивают наверх. Что вы делаете наверху? Вы протягиваете им руку и помогаете остальным подняться до своего уровня. Потом, следующий шаг, они снова вас выталкивают наверх. Да, это как бы, элементарно на пальце можно объяснить, что такое MLM бизнес. Так вот, вы сделали товарооборот 1000 долларов. В вашем первом поколении выросло, скажем так, не меньше трех человек в статусе лидер. И суммарный товарооборот вашей личной закупки и товарооборот людей, находящихся в первом поколении, их может быть 3, 10, 20, 100, 5000 долларов. Когда это происходит, три условия выполняются, вы становитесь мастером. И у вас 15% также с первого поколения начисляется, 7% со второго, 5, с третьего, 4, с четвертого, с пятого, 3, с шестого, 1. И с седьмого по девятый уровень вам будет выплачиваться по полпроцента с того товарооборота, который создает ваша структура. Это если вы мастер. Я вам желаю всем стать мастерами. Дальше. Эксперт. Ну, как я говорил, до недавнего времени, еще две недели назад, это была высшая ступенька квалификации маркетинг-плана компании Skyway Capital. Сегодня это предпоследняя, скажем так, ступенька. И вы можете стать экспертом тогда, когда ваш личный товарооборот достигнет 5000 долларов, когда в вашей структуре будет не менее трех мастеров, но два обязательно должны быть в первом поколении, а третий мастер может быть в любой глубине. Важно, чтобы он не входил в структуру первых двух мастеров. Либо, например, первый, третий у вас в первом поколении, а второй в другой ветке это называется в MLM бизнесе. Когда все это происходит, заметьте, первое поколение вам дает уже тогда 16%, а не 15%. Второе, третье, четвертое, пятое, шестое, те же самые проценты, что и на мастере. 7, 5, 4, 3, 1. По полпроцента вы получаете седьмого по девятый уровень и с десятого по двадцатый у вас открывается возможность получать по 0,2% с огромной структурой. Если вы активно строите бизнес, вы понимаете, в первом поколении у вас может быть 10-15 человек, во втором их соответственно в разы больше, в третьем еще больше и так далее. То есть там в десятом, в одиннадцатом, в двадцатом уровне может быть огромное количество людей, которые делают товарооборот, вы получаете пусть небольшой процент, но в итоге это очень приличная сумма. Если вы эксперт, у вас вот такие вот проценты. И высшая ступенька квалификации по маркетинг-плану компании Skyway Capital называется топ-эксперт. Это тот человек, который сделал серьезную инвестицию в наш проект своими живыми деньгами. Опять же, с основного либо бонусного счета. Потому что здесь учитываются в маркетинг-плане только деньги, которые выплачиваются людьми с основного либо с бонусного счета. Вот акционные, о которых я говорил, они не идут, здесь нельзя, скажем так, получить процент с подарка. То есть, как вот вам подарили подарок-платье и вы требуете, чтобы вам еще процент, то есть отрезали кусок за плату и еще вам дали. То есть, такого не бывает. Акционные деньги это просто возможность увеличения в портфеле инвестиций в наш проект. А распределение идет по маркетинг-плану только за живые деньги. Живыми деньгами у нас считаются те деньги, которые вы платите за покупку пакетов акций с бонусного и с основного счета. Итак, топ-эксперт 10 тысяч долларов личных инвестиций, минимум 3 эксперта, но уже жестко в первом поколении должно быть. И суммарный товарооборот вас и вашего первого поколения должен быть не менее 30 тысяч долларов США. Когда это произойдет, то первое поколение вам даст 17 процентов, то есть любой человек, который после этого купит в вашем первом поколении любую из пакетов, вам заплатит 17 процентов от суммы этой инвестиции. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 20 уровень все то же самое, что у эксперта, то есть 7, 5, 4, 3, 1 процента до 6, по пол процента с 7 по 9 и по 0,2 процента с 10 по 20. Но у вас еще откроются 4 уровня глубины с 21 по 24 уровень, откуда вам будут платить по 0,1 процента, если вы станете топ-экспертом. Вот, по сути дела, на пальцах это тот маркетинг-план, который есть сегодня в компании Skyway Capital. В таблице отражена схема, по сути дела. Если вы партнер, вы получаете с 4 уровней глубины, консультант с 5, лидер с 6, мастер с 9, эксперт с 20 уровней и топ-эксперт с 24. И здесь вы видите в таблице прописаны условия. Сумма ваших личных инвестиций от консультанта, начиная, от 100 и до 10 тысяч у топ-эксперта, объем первого поколения с учетом ваших личных проплат, от 300, начиная с консультанта, до 30 тысяч, оканчивая топ-экспертом. Вот эту таблицу всегда можно будет посмотреть вебинар записи. Эту таблицу можно, скажем так, запомнить, переписать, в конце концов, сделать принт-скрин с экрана. И запомнить, какие проценты, откуда у нас платятся. Но на этом компании как бы не остановилось. С 1 марта было сделано дополнение к маркетинг-плану, то есть дополнительный бонус для тех людей, кто активно развивает бизнес. И данный бонус он касается развития бизнеса именно в первом поколении. Помимо всего прочего, первое поколение нам приносит от 15 до 17%, если вы, скажем так, эксперт, топ-эксперт. Но этот бонус выглядит следующим образом. Если в вашем первом поколении в течение одного календарного месяца, например, куплено 4 пакета, то есть за каждый из этих пакетов вам начисляют 15%, если вы в квалификации, мастер включительно. Если вы эксперт, вам за 4 пакета начисляют 16%, если топ-эксперт 17%. Но как только происходит покупка пятого пакета, это все умещается в одном календарном месяце, то за пятый пакет вам начисляются либо 16%, либо 17%, либо 18%, а за предыдущие 4 дополнительно начисляется 1%. То есть получается картина, как будто в вашем первом поколении было куплено 5 пакетов и за каждого человека начислено 16%. Далее, если ваша структура продолжает строиться и все длится тот же самый календарный месяц, за 6, за 7, за 8, за 9 пакет начисляется вам уже 16%, но как только покупается 10 пакет, то за него вам начисляют 17%, а за предыдущие 9 добавляется еще 1%. Соответственно, картина выглядит следующим образом, что за каждый купленный пакет в вашем первом поколении вам начислили 17%. 18, если вы эксперт, 19, если вы топ-эксперт. Далее продолжается работа, продолжается построение структуры, месяц еще длится, 11, 12, 15, 17, 19 пакет, за них вы получаете либо 17, либо 18, либо 19%, в зависимости от вашей квалификации. Но как только происходит покупка 20 пакета, то за 20 вам начисляются 18, а за предыдущие 19 купленных пакетов вам начисляется дополнительно 1%. Соответственно, это соответствует ситуации, что за все пакеты вам начисляются по 18%, 19, если вы эксперт и 20, если вы топ-эксперт. Условия, какие получения бонуса. Все пакеты должны быть куплены в течение календарного месяца. Несколько пакетов может купить один человек. Он может купить 1, 15, 20 числа, 3 пакета. Они все будут учтены. Для получения данного бонуса учитываются пакеты, которые в вашем первом поколении покупают люди, взявшие для себя рассрочку. То есть, если у вас в первом поколении есть 10, 15, 20 человек, которые ежемесячно оплачивают пусть небольшие суммы, но оплачивают рассрочку, фактически вы всегда тогда обречены получать минимум 18% с первого поколения. Это очень здорово. Пакеты могут быть куплены новыми людьми, которых вы сейчас регистрируете в течение этого месяца, а также теми, кто зарегистрировался год назад и, может быть, тогда ничего не покупал, а сейчас купил. Либо те, которые покупают рассрочку, как я вам говорю. Вознаграждение за данный вид бонуса начисляется точно так же 100% на бонусный счет и 100% на акционы. На данном слайде вы видите простой пример. Пример ориентирован, скажем так, на людей в квалификации до мастера включительно. И ситуация здесь рассмотрена, когда все люди, пришедшие там, точнее, покупающие пакеты в вашем первом поколении, купили пакеты стоимостью 50 долларов. Соответственно, если у вас выполнится, скажем так, будет куплено всего 5 пакетов, вы получите 40 долларов. Если в течение отчетного месяца у вас будет куплено 10 пакетов, соответственно, к тем 40 вам еще добавится 45, это будет 95. Если у вас купится еще потом 10 пакетов, то вам добавится 95, к тем 95, которые были, это будет уже 180. Ну и здесь у нас на примере рассмотрено, что еще два шарика из 21 и 22. Если они дальше еще тоже купят по 50 долларов, соответственно, вам начислят еще 18 долларов. В итоге с товарооборота 1100 долларов вы получаете 198 долларов с первого поколения. Я считаю, это приличная, отличная цифра, при всем при том, что вы, опять же, не делаете каких-то там тяжелых физических, либо моральных и духовных действий. То есть вы просто делитесь с людьми тем хорошим, что у вас есть. Мало того, чтобы получать данный бонус, не нужно многим людям доказывать, что это хорошо, потому что они уже ваши партнеры, они платят, например, рассрочку, а вы получаете увеличенный процент. Какие преимущества либо условия нашего еще маркетинга, то есть очень важный момент, потому что существует, как я вам говорил, порядка 5000 партнерских компаний, которых есть, точнее, партнерская программа. Наш маркетинг план накопительный всегда. С момента вашей регистрации и все действия, которые делаете вы и ваша структура, все накапливается. Ничего не обнуляется, никуда не исчезает и так далее. У нас где-то плюс, а где-то минус, квалификационным считается первый уровень. То есть это важно в таком направлении. Вы приглашаете в бизнес людей. У вас могут быть активные люди, могут быть неактивные, у вас могут быть люди, которые просто пришли купили себе пакеты акций и так далее. Но если вы хотите строить большую структуру, конечно, вам нужно еще и ориентироваться на тех, кто хочет бизнес развивать. Из тех людей, кто пришли купить просто акции и так далее, большинство останутся просто клиентами, но если среди них есть активные, которые поймут преимущества данной партнерской программы, то среди них могут организоваться активные строители бизнеса. Это очень важно. Есть целый ряд компаний, где говорят, как там бизнес билдер, строитель бизнеса. Есть целый ряд компаний, в которых есть элемент компрессии. Там неважно, в каком поколении от вас люди делают скажем так, квалификации, и это вам идет зачет. У нас идет зачет только первый уровень. Да, это вот такое условие, к нему можно по-разному относиться. Я считаю, что это хорошо. Потому что вы должны сами, если вы строите бизнес, следить за качеством людей, которых вы приглашаете в этот бизнес. Это очень важно. Не зовите сюда нытиков, не зовите тех, которые будут тошнить каждый день и говорить, что я потратил целые 15 долларов, а ты там не помогаешь мне зарабатывать, хотя вы сидите у него на плечах и говорите, давай делать вот это, 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 а он ленив, ничего не делает, но просто стонет. Нужны ли вам такие люди сюда? Подумайте тысячу раз. Вывод средств. То есть для того, чтобы вы могли вывести денежные средства с бонусного счета, их должно быть на этом счете не меньше 30 долларов США. Накопилось 30 долларов, вписали вы платежную систему, на которую хотите деньги вывести, наш финал делает и деньги выведет. Условия роста квалификации ваши, это объем ваших личных инвестиций, объем инвестиций первого поколения. Следите за этим внимательно, потому что у вас первого поколения вдруг начнет скакать как табун лошадей, быстро квалифицироваться и так далее, а вы просто не успеете купить себе пакет должного номинала, чтобы сразу, скажем так, вырастить квалификацию. Отслеживайте свой бизнес. Информация вся есть в разделе статистики личного кабинета. Что очень важно, у нас отсутствуют обгоны и потери структуры. Что это значит? Потери дохода от структуры отсутствуют. То есть у вас есть жесткие выплаты процентов с определенных уровней. Даже если вы остаетесь партнером, а у вас в первом поколении или во втором будет консультант, лидер и так далее, вы все равно будете получать свой положенный процент с четырех уровней глубины. С того товарооборота, который люди делают, находясь на этих четырех уровнях. Да, вы не будете доставать пятого уровня, глубины шестого и так далее, как это будут делать ваши люди, обогнавшие вас в квалификации. Но вы не теряете дохода, вас никто не может обогнать. Вам, в принципе, по сараю, по барабану, обогнали вас или нет. Вы двигаетесь своим темпом. Кто-то хочет быстро двигаться, кто-то не хочет, кто-то вообще двигаться не хочет. Но, тем не менее, получает вознаграждение. Да, это классно, я считаю. Правильно, Светлана? Вот. Здесь никто не сидит, ни у кого на плечах, никто, скажем так, не пытается вырвать кадык. Никто не проводит, скажем так, удушающих приемов, не гонит пинками там кого-то и так далее, да? Как выражение господина Фоменко, что ешь, птица гордая, пока не пнешь, не полетит. Вот. Поэтому здесь, в принципе, не надо никого насиловать, не надо никого уговаривать, ушатывать, уплюшивать, надоедать чрезмерным, скажем так, вниманием и доказыванием кому-то, что это классно, да? Не услышал вас человек? Нормально. Не плодите иждивенцев, правильно ли? Не надо, скажем так, звать сюда людей или регистрировать даже людей, которые, скажем, даже не знают, что вы зарегистрированы и вы за них пытаетесь им заработать денег. Не делайте никогда людей счастливее, чем они хотят того сами. Вы не можете этого сделать. Вы не волшебник, да, который ходит просто так и так. Раз у человека в жизни что-то не складывается, вы его подписали, за него поработали и он стал счастливым. Да нифига. Потому что вы не знаете вообще, что он хочет. А многие люди сами не знают, чего они хотят. Хотя они нормальные люди. Ну, так устроена жизнь. Пока они не задумываются, не определяют, чего они хотят, вы можете плясать на пузе, вы можете, скажем так, бить в там-тамы, блин. Вы можете их водить за собой, как слона водили за хобот, да, и они ничего не будут соображать. Ну, надо ли это делать? Не тратьте свое время на это. Драгоценное. И что еще хочу сказать, да, на что обратить внимание, наверное, при построении партнерской структуры. Позволяйте себе отдыхать. Позволяйте себе проводить время с теми людьми, которых вы любите, да, которые любят вас. У вас есть семьи, у вас есть там просто друзья, знакомые, хобби какие-то, да. Вы не должны строить бизнес 24 часа в сутки. Поймите это правильно. Потому что вы когда-то устанете, вы когда-то выдохнетесь. Поэтому соизмеряйте затраченные усилия, делайте простые действия, помогайте делать простые шаги людям, которых вы приглашаете, да. И не забывайте о тех людях, которые вас окружают, которые хотят тоже вас видеть счастливыми, которые хотят с вами проводить время. Это очень важно. Если вы в наш бизнес придете с семьей, это вообще классно, да. Потому что вы вместе будете делать благое дело, вы вместе будете видеть, чем вы занимаетесь. Но не забывайте об отдыхе. Не забывайте о том, что у вас в этой жизни могут быть цели не такие, как у Анатолия Дарвича Юницкого. У него цель, да, у него есть детище, он ее реализовывает. Это, скажем так, то, что он вынашивает с детства. Он хочет это реализовать. Но он живет этим. Он для этого пришел в этот мир, да. Он хочет его улучшить благодаря тому, что у него есть. А у вас есть инструмент, который в идее Юницкого, да, может вам принести то, о чем вы мечтаете с самого рождения. Я не знаю, да. О чем вы, может, мечтать стали полгода назад. Но это ваша мечта, это ваша цель. А маркетинг нашей компании это замечательный инструмент, который вам может дать все то, о чем вы мечтаете. При условии, что вы будете делать простые шаги, не будете лениться, да, и не будете работать за лентяев. Потому что если вы наберете себе в первом поколении тех, которые хотели бы сделать счастливее, они ничего не будут делать, а вы будете пахать за них, да, поверьте мне, вы разрушите свою жизнь. Вы можете разрушить свою семью, вы можете разрушить многое, что в вашей жизни могло стать классным. Поверьте, я говорю о вещах, которые я видел происходили на практике и которые происходили в моей жизни. Все должно быть гармонично. У вас есть то, чего хотите вы, у нас есть инструмент, который может этого достичь. Сочетание вместе это будет гармония. Инь-янь. Итак, еще какие условия и особенности. Минимальная сумма инвестиций для создания постоянно растущего источника дохода 15 долларов. То есть у нас могут стать инвесторами люди, которые относятся к социальным группам, но не очень сильно обеспеченными. То есть это пенсионеры, это студенты и так далее. Вы можете начать строить бизнес по партнерской программе, даже еще не купив себе пакетом, и вам будут начисляться деньги на бонусный счет, с которого вы сможете взять себе пакет и потом вводить денежные средства. Это очень классно. Это очень отличные условия. В большинстве программ MLM бизнеса такого нет. Там тебе никогда ничего не начислят, если ты чего-то не купил или не оплатил. У нас нет необходимости подтверждать квалификацию. Что это значит? Обычная жизнь. Вы, например, врач-стоматолог, просто врач, вы преподаватель, вы военнослужащий, у которого есть значок такой ромбовидный, это классность. То есть вы специалист высокого уровня. Вы человек рабочей специальности, у вас есть разряды. Чем выше ваша квалификация, тем больше вы получаете. Правда ведь? Но в обычной жизни даже вам приходится периодически эту квалификацию подтверждать. Где-то раз в 5 лет, где-то раз в 10 лет. И неподтверждение предыдущего уровня вашей квалификации влечет за собой потерю доходов, понижение в должности, что-то еще. У нас этого нет. Вы стали консультантом, вы получаете те проценты, которые вам положены, но вы никогда уже не станете партнером, вы не упадете вниз. Вы стали лидером. Все, вам вот эти квалификации, две ступеньки к низшей, они вам недоступны, вы можете только расти в одну сторону. Это очень важно. Вас никто не заставит повторить какой-то объем, вас никто не заставит в течение одного дня сделать то, что вы сделали вчера. И у вас ничего не обнулится через месяц, через полгода, через год. У вас все накапливается и двигается в одностороннем направлении. Это очень важно. Высокий процент выплат. До 20% вы можете зарабатывать с первого поколения. И от 0,1% до 7% с глубины вплоть до 24 уровня. Тоже очень здорово, очень классные условия. Нет ограничений по количеству партнеров, которые вы можете пригласить за собой в первом поколении. Это и плюс, и минус. Потому что я говорю, что соизмеряйте свои усилия, смотрите на то, что вы делаете. Не тяните за собой всех тех, кто там просто шевелится. Если мы говорим о бизнесе. Быть акционерами, инвесторами может любой человек. Предоставьте данную возможность. Кстати, никогда не думайте за людей. У нас есть огромное количество тех, кто, к сожалению, ограничен в движении. Есть люди, которые страдают с детства, или попадают в аварии, и так далее, и так далее. У них компьютер становится окном общения с другими людьми. Не стесняйтесь им предложить возможность стать участниками нашего проекта. Возможно, для них это единственный шанс стать успешными в этой жизни, сделать что-то полезное для себя и для других. И в итоге может даже подняться на ноги, заработав деньги в нашем проекте, и сделав что-то, что могут изменить врачи, и они смогут ходить. Не бойтесь людям предлагать данную возможность. Не думайте за них. Никогда. Потому что вы никогда не можете знать, что придет в голову человеку. К любому человеку. Человек может принять решение начать двигаться так активно, что вы будете, скажем так, сами не успевать за ним. Либо, например, человек, на которого вы сделали ставку, он такой умный, у него такие виды бизнеса, он столько организовал, у него немерена куча денег, но неужели он здесь не может стать успешным? Никогда не делайте ставку тоже на людей. Не возлагайте чрезмерные надежды на кого угодно. Есть выражение, очень интересное, я его услышал тоже в мире MLM бизнеса. Его когда-то сказал Дидье Фаркиньон, это один из самых успешных дистрибьюторов компании Vision, либо Vision, которая когда-то начинала работу на рынке Российской Федерации, СНГ в конце 90-х годов. Он сказал, с годами я все больше смотрю на то, что люди делают и все меньше слушаю то, что они говорят. Золотые слова. Бонусное вознаграждение у нас по маркетингу плану начисляется в денежном эквиваленте одновременно на бонусный, на акционный счет. Пока это еще так. Возможно, произойдет когда-то изменение данного условия и на акционный счет могут начисляться, скажем так, не все 15 долларов, если человек 100 долларов заплатил в первом поколении, 15 долларов идет на бонусный счет и 15 долларов идет на акционный счет, на который вы можете покупать акции. Может измениться так, что на акционы может пойти, например, 50% от этой суммы. Соответственно, 7,5. Я пока и не берусь это утверждать, но такое может произойти. Потому что когда-то Анатолий Дарович Юницкий говорил, мы когда-то перестанем просто так дарить людям акции. Будут они строить партнерскую сеть? Да, мы будем платить им деньги, вознаграждение. Когда это произойдет, не знаю. Но пока вот это условие, что мы одновременно получаем и туда, и туда деньгами, оно есть, и это классное условие. Ну что, друзья, в принципе, то, что я хотел вам сегодня рассказать, может быть, даже говорил немножко дольше, чем обычно, проект-маркетинг-план, он достаточно простой. Я рассказал. Если у вас есть какие-то мысли, вопросы, задавайте их, пожалуйста, в нашем чате. Я сейчас пробегусь немножко вверх, посмотрю, что там был написан до того. Так, вот Юрий спросил. На одном из вебинаров сказали, что, возможно, при смене дисконта отменит и партнерское вознаграждение. Точните, пожалуйста. Юрий, смотрите, я, вот то, что я говорю, да, при любом, в любом виде MLM бизнеса самое ценное, что может быть, это донесение достоверной информации. Вот. Это самое важное, чтобы ничего не довешивалось, и никто там не пугал кого-то, не напрягал лишний раз, да, не надувал щеки, не пытался, скажем так, людей смотивировать любым образом, лишь бы денег заработать. Так вот, я вам рекомендую самим такими не быть. Я сейчас никого не обвиняю, но тем не менее, когда будет официальная информация о том, что будут меняться, скажем так, вознаграждения там на акционный счет, или мы будем менять дисконт, вы обязательно об этом узнаете. Если будет смена дисконта, я думаю, как минимум 7-10 дней, компания вам даст приложить более активные усилия в этот промежуток времени, чтобы, скажем так, дать максимальную информацию большому количеству людей, которые сидят, чешут репу, да, там, задней ногой чешут за ухом и думают инвестировать им или нет. То есть у вас такое время будет. Но есть вторая сторона вопроса. Не надо ждать этого всего, да, не надо ждать авральной ситуации, не надо ждать, когда, скажем так, небо будет падать на землю. Делайте это систематически, ежедневно. И тогда люди, которым вы будете давать информацию, будут успевать приобретать что-то по акциям, будут успевать покупать по выгодному дисконту и так далее. Не ждите, да, вот как бы так, у вас вот есть, о, я поработал при смене, скажем так, дисконта с этапа пятого на шестой, потом три месяца бил баклуши, а теперь я напрягусь еще неделю. Не создавайте себе авральных ситуаций, не напрягайте свои мышцы, сердца, мозги, да, тратьте время лучше по чуть-чуть, но каждый день, чем 24 часа в течение 7 дней, а потом, скажем так, месяц выдыхать, да, то, что вы там натворили и так далее, и так далее. Поэтому насчет смены дисконта и насчет того, что когда у нас будет там меняться вознаграждение на акционный счет и так далее, поверьте, вы узнаете из официальных новостей компании Skyway Capital, из официальных новостей группы компании Skyway. Спасибо Владиславу, что радует маркетингу. Так, что начисляется, а если лидер, а он новых людей уже перехватывает. Друзья, не перехватывайте людей, не пытайтесь кого-то обмануть, не пытайтесь украсть у другого его деньги, да, если кто-то, скажем так, рассказал человеку, он поверил, он загорелся, он захотел строить бизнес именно с ним и так далее, не надо ему доказывать, что вы лучше, чем тот человек. Не делайте этого. Не вбивайте клин между человеком и тем, кто его пригласил. Сознательно доказывая, что, скажем так, вы живете в его городе, тот живет неизвестно где, не делайте этого. Пользы вам не будет никакой, поверьте. Так, для приглашения новых людей. Люди не верят в проект, и я удивляюсь ограниченной недальновидности. Ну, друзья, мир устроен таким образом, что никогда не будет 100% веры во что бы то ни было. Иногда некоторые не видят даже, что им на ногу что-то упало, а они не верят, что это кирпич. Понимаете меня? Ну, так устроен мир. Вот. Так, что будет, если закончатся корневые акции, да, будет ли партнерская программа? Смотрите, Юрий, давайте так, то есть корневые акции, может, не совсем корректное выражение, но не страшно. То есть сегодня действительно у нас еще есть возможность, любому человеку стать совладельцами, скажем так, технологии, стать совладельцами акций корневой компании. Сейчас, извините, воду глотну. Вот. Как говорилось ранее, да, смотрите, как складывает ситуация. Мы собрали необходимый объем инвестиций. Наша задача построить экотехнопарк, продемонстрировать транспорт и выйти, скажем так, с данным проектом на рынок транспорта и на рынок инвестиций. Но, что может происходить в будущем? Я не пророк, я не генеральный конструктор, я там не ванга и так далее, но может быть следующая ситуация. Технологии могут закупать, скажем так, компании, которые хотят строить ее там у себя где-то. Наша компания будет в каждом проекте участвовать, ну, определенной долей, да, владения акциями этого проекта. Назовем так. Ну, я не знаю, там 10%, 15%, 20%, это не я уже буду решать, это в зависимости от договора. Соответственно, предполагаю, и так говорилось ранее, что при запуске отдельно взятых проектов, скажем так, если это проект, который инициируем не мы, а кто-то хочет, чтобы мы им построили, соответственно, просто компания участвует каким-то процентом технологии, да, и вот на этот процент в итоге будет распределяться сумма прибыли и там дивиденды. Но по мере развития нашей компании, по мере развития нашего проекта могут появиться адресные проекты, которые компания будет инициировать сама. То есть за свои деньги строить дороги, где бы то ни было, да, может быть большие дороги, может быть маленькие дороги, может быть какой-то город обтянуть сетью, да, за свои деньги уже заработанные. Нет, за деньги тех, кто строит, а за свои. Соответственно, есть вероятность того, что вот в таких проектах точно так же будут привлекаться еще и деньги внешних инвесторов, физических лиц. Это не будет длиться все время строительства этих трасс, но на начальном этапе может быть предложено, что покупайте акции вот такого-то проекта, да, и в дальнейшем будете получать прибыль, но только с этого проекта. И вот партнерская программа, есть высока вероятность, что будет работать для таких людей. Поняли, да, как я объяснил? Я не могу сказать, что это будет 100%, но по крайней мере раньше нам говорили именно так. Давайте будем ориентироваться на то, что партнерская программа будет действовать вот для таких адресных проектов. Вот, и я ничего не выдумал, да, то есть я дал информацию о том, как нам было сказано руководством, например, когда я пришел в этот проект работать в компанию, это было еще, это было лето 2014 года. Каких-то изменений того, что мы этого делать не будем, нам никто не говорил. Поэтому давайте будем ориентироваться на это. Какие еще есть вопросы, коллеги? Спасибо вам, Эля, за то, что поблагодарили меня за вебинар. Ну, возможно, тема, о которой я сегодня говорил, она для меня интересна. Есть, скажем так, какое-то, да большое количество переживаний по работе в сетях и так далее, и так далее. Есть опыт как негативный, так и позитивный, поэтому много вещей, которые я сегодня сказал, это свой опыт, это свои седые волосы, это слезы, это смех. Я вам желаю смеяться всегда, чтобы в вашей жизни никогда не возникало чего-то, за что вы могли бы покраснеть. Да, вот, кстати, этот бизнес чем хорош? Тем, что вас никто не может ограничить достижением, скажем так, максимального дохода, там, и так далее. Вы сами все создаете своими руками. Если вы создаете хорошую команду и коллектив, вы вместе красиво танцуете и двигаетесь наверх, да, и позволяете другим это делать. Если вы это делаете честно, с открытой душой, не пытаясь у кого-то что-то отнять, не пытаясь кого-то обмануть, и не пытаясь кого-то с щелком затянуть, куда бы то ни было, у вас, вы знаете, это будет получаться. Может быть медленнее, но зато это будет искренне, да, это будет в удовольствие. Но если вы будете гнаться за деньгами, если вы любым путем, скажем так, будете людям говорить, что бы то ни было, да, лишь бы он сейчас заплатил и заведомую неправду, что завтра поменяется дисконт, хотя он и не планировался ни нату, да, человек же об этом узнает. Пройдет 3-5 дней, он скажет, а что ты меня обманул? Зачем ты меня перемотивировал именно сейчас ложить? Я готов был вложить там через 10 дней, я занял где-то бабки под большой процент и так далее. Ты меня подставил. Понимаете, о чем я говорю? Не врите никогда. Не делайте глаза в виде долларов. Говорите людям правду. Иногда это сложно, но зато вам будет легко. Это очень важно. Все, друзья, спасибо вам большое за то, что были на сегодняшнем вебинаре. В принципе, подобные вебинары у нас проходят по партнерской программе по вторникам в 6 вечера и по пятницам в час. Мне всегда интересно общаться с людьми. Мне всегда интересно эту информацию рассказывать. Приглашайте тех, кто может быть заинтересован в получении дохода. Приглашайте тех, кому интересно понять, какие проценты откуда-то платят. Мы с удовольствием с ним пообщаемся. Всем желаю отличных выходных. Всем желаю посетить те мероприятия, которые у нас еще будут проходить. Сегодня вебинар Григория Мирошниченко. В 19 часов, где он будет рассказывать о методах, способах построения структуры. Вебинары в воскресенье, которые проводит Александр Мунко. Это семейные встречи касаемо технологии. Вебинары на венгерском и чешском языке, которые будут на словацком языке, которые пройдут в воскресенье. Если у вас есть люди из тех регионов, приглашайте их на презентацию нашего проекта. Ну и всем спасибо огромное. Здоровья, любви, денег. До новых встречи на наших вебинарах. И всем успехов. Всем бодрости, духа, отличного настроения. Ну и, наверное, любви, чтобы она была вокруг вас, чтобы ваши, скажем так, семьи, родные, близкие, чтобы вы чаще их видели, чтобы вы вместе радовались общим успехом, ну и чтобы ничего вам не мешало это делать. До новых встреч. Спасибо.